В тот момент, когда решила записать видео на закате, в общем, в какой-то момент там вообще такой случился тёмный кадр, но я сейчас выбрала вере в совершенство этого и поняла, что это прям, ну, это прям так, знаете, получилось так интимно, и, в общем, я это видео в таком же, в таком виде и оставлю, но будете смотреть, поймете, о чём я говорю. Всем привет! О чём сейчас идёт говорить? Идёт говорить о том, почему вообще сейчас происходит такой акцент делается на осознанность, в принципе, да, в информационном пространстве. Важно осознать и важно понимать и чувствовать, какие процессы, в принципе, происходят в коллективном сознании человечества. Помните эти все фильмы про конец света, которые, кстати, там случаются абсолютно внезапно. Кушали, ели, пили, женились и хоп, что-то происходит. Но на самом деле это всё такое, это больше художественное, да, что-то. Есть такой сериал, он состоит, не помню, там до 10 серий, он называется Экстраполяция. Экстраполяция — это видение будущего. Что такое экстраполяция? Это видение будущего, основанное на тех реалиях, которые есть на сейчас. И вот в этом сериале изображена как бы одна из версий будущего человечества, в котором, естественно, как это везде отображаются, всякие разные климатические изменения произошли на планете, где воздух уже истощается кислород, воды практически нет, в том смысле, что всё загрязнено, где там человек уже пытается найти какие-то пути, как ему по-другому, в общем, обустроиться на этом планете, там повыше забраться, да, потому что затапливает людей. Ну, в общем, такие вот моменты. И таким лейтмотивом в этом сериале показано, что на самом деле причиной всему является человек, но в сути своей я с этим сериалом, ну, как это одна из сосуществующих версий реальности, в этом плане. Я с этим соглашаюсь, да, то есть всё имеет место быть, но с точки зрения сознания мы с вами можем получить какую-то такую версию будущего в виде климатической какой-нибудь катастрофы или в виде там третьей мировой войны или 55-й или в виде каких-нибудь атомных взрывов. Мы это можем такие версии, такие версии нашего бытия, они существуют. Во всем квантовом супе всех возможных вариантов есть много разных версий того, куда мы с вами идём, да, но всё зависит от момента здесь-сейчас, от тех внутренних решений, которые мы принимаем, и всё зависит от качества и степени осознанности человечества. Если человечество, как коллективное сознание делает свой, делает этот квантовый переход на уровень осознанности Творца, то у нас с вами совершенно другие прогнозы бытия, да, там никакие уже не катастрофы, там полное согласие жизни с планетой, потому что одна из частей, например, сознание Творца, которое тренируем мы, это взаимосвязь, вера в то, что планета живая, что у неё есть своё сознание, что это такое не просто кусок камня, да, а это существо со своим разумом, такое же, как человек, да, но выглядит вот так, как планета, и в такой, в таком контексте, в таком шаблоне восприятия планеты у нас есть возможность, например, установить с ней внутренний диалог, у нас есть возможность установить внутренний диалог со всей своей материальной действительностью в принципе, да, и с планетой как её материальным проявлением, её материальным выражением, вот мы, например, себе такое тренируем, и это вполне, это, вот, и вот это вполне, кстати, нормально, да, не нормально, это не иметь этого диалога, не нормально, это находиться в иллюзии того человека, который, вот, человек-потребитель, вот, быть в иллюзии, что человек, это то, что родилось, начало кушать, писать, какать, женилось, родило следующего, и всё, на этом цикл завершён, ну, там, по ходу дела где-то порадовалась, да, это иллюзорное представление о человеке, о человеке, не иметь ничего общего с этим, более того, помните, да, у нас же есть та самая ветвь эволюции, да, так вот, знаете вы или нет, но, возможно, услышите впервые, за Homo Deus, то есть человек разумный, есть дальше следующие ветви развития и дальше следующие ветви эволюции, Homo Deus, человек разумный, то есть это уже человек, который начал себя, получил разум, разумение, да, и начал как-то ориентироваться в жизни, что-то предпринимать, там, и так далее, есть следующая ветви развития, это Homo, да, там, подождите, Homo sapiens, первый разумеющий, да, Homo sapiens, у меня уже сразу, Homo sapiens, человек разумный, дальше Homo sapiens, sapiens, это человек, да, sapiens, sapiens два раза звучит, имеется в виду, что человек, который начал осознавать самое себя, то есть в одном случае он просто стал разумный, то есть он стал отличаться от животного тем, что у него появилось разумение, возможность что-то воображать, сотворять, там, и так далее, а человек, Homo sapiens, sapiens, это человек, который начал познавать себя, он начал себя исследовать, да, то есть у него появилось самоосознающее начало, и многие люди сейчас на этой стадии, многие люди ещё на стадии Homo sapiens просто, пока что изучают своё различие между собой и животным, да, во многом этого различия пока что не видят, так же кушают, так же какают, так же убивают друг друга, например, и то это наше представление о животном мире, на самом деле животный мир совершенно не такой, как там всё по-другому вообще устроено, но это как именно там устроено, возможно только для тех, кто установил внутренний диалог с планетой, да, и начал вообще понимать, что к чему. Homo sapiens, sapiens. Следующая стадия развития это Homo sensitive. У, кто снял матрицу, братья-сёстры, братья-сёстры Войчовские, у них есть такой сериал, называется «Восьмое чувство». Я так немножко подтягиваю некоторые сериалы-фильмы для того, чтобы показать вам, что то, о чём я говорю, это общеизвестные факты для тех, кто разумеет, для тех, кто этим интересуется. То есть то, о чём я говорю, это не какие-то, не какая-то там, не знаю, эзотерика, какое-то знание тайное, майянские, какие-нибудь вырытые откуда-то из Египта. Нет, это вполне себе осознанный подход к исследованию той ситуации, которая происходит сейчас, исследование внутреннее себя и очень глубинная связь с коллективным сознанием. То есть всем вот этим сёстрам и братьям Войчовским и Ежи с ними приходит, скажем так, как творческое откровение, что им снимать. Точно так же это приходит, как нам, осознание в духе, то есть в духе истины, в коллективном сознательном человечестве, где записаны все знания и весь опыт от начала времён до всех возможных версий будущего. Поэтому то, что сейчас я вам говорю, я вам говорю это в духе. Я вам транслирую. Если у вас пока что нет своей внутренней связи с коллективным сознанием, вот я вам её транслирую. Просто чувствуйте. Ваша душа вам подсказывает, чему доверять, чему нет. Там что-то внутри, есть такой компас внутри. Он чувствует, когда человек говорит в духе, он чувствует правду. А когда говорит ложь, он чувствует, что не хочу это слушать, не хочу это внимать. Но единственное, что до такой чистоты восприятия ещё нужно дойти, в том смысле, что пока что у нас наше восприятие загрязнено. Абсолютное большое количество внедрённых, лживых, ложных программ сознания, которые не имеют ничего общего вообще с нашей человеческой истинной природой. Откуда я это знаю? Потому что я это обнаружила в себе. А почему я могу об этом говорить? Потому что я занималась долгое время чисткой своего сознания от подобных внедрённых программ и чувствовала их. Чувствовала их прямо как инородное присутствие в своём же сознании. Почему там все эти, кто любит медитировать, так сильно хотят отключить свой ум? Потому что наш ум — это такой радиоприёмник. Он ловит все волны, которые только есть, и начинает нам их транслировать. Представьте себе такое радио, которое вот... Вы включили радио, вы включили одну конкретную волну. И вы, когда у вас одна конкретная волна, вы можете чётко слышать, какие песни, какие разговоры. А представьте, что у вас зазвучало там 10 волн разных радиостанций одновременно. Разные песни одновременно, разные голоса, слова, звуки, всё переплетено, ничего не понятно. Просто какое-то чувство такого смешанности, какой-то неприятно. И вот так вот выглядит наше сознание на сейчас, к сожалению. Наше сознание на сейчас, оно выглядит таким образом. Включено огромное количество радиостанций, внедрённых. Где... Но, слава богу, у нас есть наша внутренняя сердцевина, наша душа, да? Она играет одной такой волной точечно. Вот если у вас, внутри вас точечно, каждый день или там даже каждый миг звучит какой-то вопрос такой назойливый, надоедливый, неважно какое. Или чувство такое назойливое, по типу, да тебе не место здесь, да это не твоё, да брось ты уже это. Или там по отношению к какому-то человеку в отношениях, да вы не подходите друг к другу, да оставь уже ты это. Это не... Вот это как раз голоса вашей души. Вот это как раз... И в этот момент у меня в доме включился свет. Это голос вашей души. Потому что душа, она будет... Она будет так точечно в одну и ту же точку. Конкретно пока не услышите, да? Вот. Вернёмся к эволюции человечества. Так вот, эти самые сёстры Войчёвские сняли этот сериал «Восьмое чувство». О... Рассказывая, раскрывая вот эту следующую стадию развития человека. Homo sensitive. Конечно, там оно так немножечко всё приукрашено художественным образом, но на самом деле примерно так и есть. То есть человек... Кто такой sensitive? Sensitive — это чувство. Человек чувствующий. Человек, который... Вот, у меня сейчас начались прямо мурашки по телу. Человек, который пошёл дальше. Человек разумеющий. Человек, осознающий самоё себя. То есть через сознание, через ум, через разумение и выход в чувство. Человек чувствующий. Чувство — это куда более ёмкое знание, чем мысль. Чувство — это мысль плюс ощущение души, тела. Тело, душа на самом деле — это одно. Что чувствует ваше тело, это чувствует ваша душа. Потому что, по сути, тело — это материальная форма вашей души. Если вам в теле больно, поверьте, в душе эта боль, она там в тысячекратном размере чувствуется. Поэтому ваше тело вам тоже подсказывает. Если ваше тело говорит «Уходи отсюда, это не твоё!» Человек ко мне прикасался, это чувство вашей души. Так вот, Homo sensitive — это человек, который настолько... Это тонкочувствование, это предчувствие, это возможность чувствам сотворять реальность. Это возможность быть в единстве. Вот там очень показано, что такое единство. Там, в общем, основной мотив в том, что есть определённые группы людей, которые вот по этому чувствованию связаны друг с другом. Они слышат мысли друг друга, они могут... Ну, там это так красиво, буквально показано, что они прям могут входить в тела друг друга, да? Но действительно так устроено единое сознание наше, так устроено наше коллективное сознание. Мы действительно можем... Вот я неоднократно это проживала на себе в трансцендентном состоянии, проживала разные вообще опыты, конкретно, буквально в теле разных людей, в том числе и мужчин. Да, я, например, знаю, как это чувствовать себя мужчиной. Я это знаю. У меня даже, когда я ощутила это, у меня даже походка первое время поменялась. У меня, знаете, я так ходила, немножечко расставляя ноги вот так, как будто бы что-то вот здесь мне немного мешает. После этого моего проживания, в таком полутрансценденте, полусне, где я была мужчиной, я прям чувствовала себя мужчиной, да? Я чувствовала все эти чувства. И когда я после этого уже сюда пришла, в своё тело, я так ходила, немного расставляя ноги, я прям чувствовала, как... И так, знаете, немного тазом вперёд ходила. Обычно же девочки ходят тазом назад, а я так тазом вперёд. В общем, какое-то время ещё нужно было обратно привыкать к тому, что у меня женское тело. Вот. И следующая стадия развития — это Homo Sensitive, человек чувствующий. Там очень много об этом можно говорить. Но и это ещё не всё. Следующая эволюционная ступень — это Homo Deus. Человек — Бог. Человека — Бог. Тот самый, тот самый человек, который задумывался по образу и подобию. То есть, скажем так, нам с вами, мы с вами по образу и подобию Бога не автоматически. Ну, точнее, мы автоматически, да? Но нам нужно к этому дойти. Нам нужно это о себе вспомнить. Нам нужно вспомнить свою божественную природу. Мы её вот в этих бытовых делах просто забыли. Мы привыкли, свыклись пописать, покакать, покушать, позаниматься сексом, заработать денежек, куда-то поехать. Мы просто свыклись с этим. На самом деле, в сути своей мы про другое. Мы здесь с вами про другое. И вот сейчас глобально происходит достаточно быстрый и ёмкий скачок человеческого сознания вверх по уровням реальности. То есть, сейчас предложено многим, всем на самом деле, всем людям сейчас предложено вспомнить свою божественную природу. И для этого, скажем так, коллективное сознание начало пробуждать многих людей. И эти люди, если не зажимают этот поток, если умеют справиться со стыдом, начинают транслировать эту божественную природу вам. Вот, по сути, да, я и о себе это сказал. И очень важно, что я не могу ничему вас научить. Это вообще странное ощущение, когда ты случился этим человеком Богом, ты понимаешь, что да, мы здесь никто никого не учит. Да, я знаю, что вы божественны по своей природе. Но я знаю, что вы об этом забыли, просто потому, что я тоже недавно прожила этот опыт вспоминания. И проживаю, на самом деле, его каждый день, потому что это не про то, что ты один раз. С тобой это случилось, и всё, теперь ты ходишь такой классный весь Бог. Наоборот, ты всё глубже и глубже узнаёшь себя, всё шире и шире принимаешь ответственность за свою реальность, какой бы она ни была, что бы тебе тут люди ни показывали, ни транслировали. Но единственное, что мы можем, это поделиться теми инструментами и теми путями, которыми мы прошли, для того, чтобы вспомнить себя этим Homo Deus, для того, чтобы пройти по этим ступеням эволюции. И для этого не нужно ждать кучу жизней. Это возможно сделать прямо сейчас. Это я тому доказательство, я внутри себя тому пример. Я знаю, что эта эволюция, это не про тысячи, миллиарды, миллионы лет. Это возможно прямо сейчас. Более того, почему это возможно так, есть тому некоторые причины. Сейчас, в принципе, планета, наша планета Земля, она, на самом деле, нам, ну, её нужно благодарить, да, она сделала такой выбор, она сделала выбор возноситься по уровням реальности вверх. То есть сейчас на планете происходит вознесение. То есть поднятие вибраций. Мы поднимаемся по вибрациям. И поэтому всё, что не соответствует вибрациям человека-бога, оно начинает проявляться. И проявляться в достаточно жутком виде. И это только начало. И в отношении того, что я сказала, что то, что мы сейчас наблюдаем, как что у нас происходит на коллективном уровне, это только начало. И это не какие-то там страшилки. Это на самом деле физика. Это физика, если ещё быть точнее, это квантовая физика. Просто в ней нужно разобраться. Но мы называем это физикой сознания. То есть так проще понять, что планета повышает свои вибрации, любви становится больше, становится больше света. Вот представьте себе такой огромный коридор тёмного цвета. И у вас в руках фонарик. И вы начинаете светить этим фонариком. И когда ты светишь фонариком, ты видишь только конкретный участок, куда ты подсвечиваешь. Но если вдруг в твоих руках окажется прожектор, то он высветит всё это пространство. Вот представьте себе, что сейчас у человечества, вот у человечества раньше был в руках фонарик, и мы видели в воплощённом виде только какой-то кусочек этой тьмы. Своих неосознанных желаний, своих подавленных чувств, всего, что в нашем сознании, мусора, хлама. А сейчас у человечества в руках случился прожектор. И высветилось всё. И этот прожектор, он так двигается по этому коридору и постепенно высвечивает каждый его уголок. И вот это то, что сейчас происходит. Это и есть вознесение. Любви становится так много, что этот свет начинает высветлять всю подавленную нами тьму, а мы, каждый человек, каждый человек, он обладает творящим сознанием. Вот в чём наша божественность, вот в чём настройки, самые главные настройки Homo Deus. Это в том, что всё твоё сознание, оно прям буквально вывернуто наизнанку, в этом мире. Оно творит эту реальность. Это не просто слова каких-то там менторов, каких-то... Это такая физика мира, основная божественная физика мира, в том, что всё твоё сознание полностью, полностью, полностью отображено в твоей реальности. Твоя реальность, это буквально вывернутая наизнанку сознания. И что здесь важно? Всё, что происходит, это... Особенно на коллективном уровне, особенно война, которая сейчас происходит, это всё наше с вами. Каждый из нас несёт ответственность за это в ответственность своём сознании, не в своих каких-то патриотических, религиозных, политических убеждениях, да нас ради вообще на это. Эту войну сотворяет наши с вами подавленные чувства, подавленная агрессия, которая потом вот так вот выражается в коллективном сознании. Если вы представите человечество как единый организм, то если ты вот здесь вот давишь, то вот здесь оно вылупляется. Ну, то есть... Попыталась как-то объяснить. Я хочу больше раскрыть о том, что такое коллективное сознание человечества, что такое дух, об этом в других видео. Благодарю вас. Вот сейчас у нас прям вообще конкретно случилось. Такая красота сейчас покажу. Насколько это видно. Это Турция, гора Олимпос. гора, где живут боги в прямом и буквальном и переносном смысле этого слова. Всё, благодарю вас за просмотры. Встретимся ещё. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...